Как вы думаете, работать вместе месяцами это наказание или благо? А если годами или десятилетиями? А если всю жизнь? А если вы муж и жена или совершенно посторонние друг другу люди? А если вы братья? Вот мы, например, с Андреем не созваниваемся в выходные, потому что уже в будни надоедаем друг другу до чертиков. Откровенно признаться, мы уже не один раз думали о том, чтобы перестать работать вместе. Но ведь есть же люди, которые в соавторстве создавали мировые шедевры. Как у них это получалось? Поровнули, делили славу и деньги. Могли ли влюбиться в одного и того же человека? И что тогда? Ссорились ли эти люди? И как тот, кто пережил своего партнера, дальше продолжал работать в одиночестве? Мы собрали неизвестные факты о жизни соавторов и готовы поделиться с вами. Был летний день, вечер, когда молодой, уже не молодой, человек, а девушка. А девушка не человек, что ли? Человек, но девушка. В светлой, а в темной, фетровой шляпе, шляпке, проходил, проезжала, по тихой, по шумной, Мясницкой улице, Большой Ордынке, Шаурма, Шаверма, Бадлон, Водолар Андрея, это не из этой серии. Будущие соавторы долго ходили туда-сюда по длинному редакционному куридору. Как мы с тобой. Ну что, будем писать? Давайте рискнем. А как, по главам? Попробуем вместе. Каждый фрагмент переписывался по нескольку раз. За новую строчку и каждый сюжетный поворот они буквально спорили до хрепоты. Они вылизывали каждую букву. Изначально у романа «12 стульев» было три автора. Илья Ильф, Евгений Петров и Валентин Катаев. Правда, Катаев в самом начале работы уехал в командировку, а когда вернулся, увидел, что его соавторы прекрасно справляются вдвоем. Катаев оставил за ними право завершить роман и быть его официальными авторами. К предисловию любого издания «12 стульев» написано, посвящается Валентину Петровичу Катаеву. Это было условие, по которому Катаев передал соавторам права на роман. Друзья, вы думаете, что знаете про Ильфа и Петрова все? Мы тоже так думали. Настоящее имя Ильфа – Ихиел. Тьфу, понапридумывают имен себе. Ихиел Лейб Бен Айре Фаенезильберг. Да, язык сломаешь. Фамилия Петрова – Катаев. Писатель Валентин Катаев. Ты помнишь, сын полка, белеет парус одинокий. Светик-семицветик. Светик-семицветик. Его старший брат. Вот слава старшего брата и стала причиной, по которой Евгений, младший брат, взял себе псевдоним. Они были очень разные. Один беден. Второй с богатой семьей. Один русский. Второй еврей. Один всегда улыбается. Второй хмурый вечный. Один в очках, другой без. Один спокойный, как удав, у другого шило в заднице. Как у тебя. Ильф работал в чертежном бюро, на телефонной станции и на военном заводе. Петров служил в уголовном розыске. Знаешь, какое первое его литературное произведение? Протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. Только протокол тогда говорили. Они жили на соседних улицах. Ильф на Малой Арнаутской, Петров в начале Базарной. Два километра от одного до другого. Илья и Женя ходили на один и тот же рынок привоз. И посещали один и тот же литературный кружок. Он назывался «Коллектив поэтов». Из тысячи шансов встретиться в родной Одессе, судьба не выбрала ни одного. Познакомились они только в Москве. А повторю, Ильфа и Петрова в 1925 году познакомил Валентин Катаев. И сначала они вместе писали фильеттоны для журнала «Смехач» и газеты «Гудок». До встречи с Петровым у Ильфа было две попытки создать творческий союз. Первая, давай. Первый с братом Мишей. Они даже придумали себе псевдонимы из имени и фамилии. Ми-Фа. Ну, Михаил Фаин-Зильберг. Да. И Ильф. Илья. И Эли. Файзельберг. Короче. Ну-ка назови. Да-да-да-да-да-да-да. Ладно. В скорости мифа уехал в Питер, и Ильф остался один. А второй творческий союз мог сложиться и с Юрием Олешей. Они даже жили в одной комнате в коммуналке. Но не пошло. Петров у Ильфа был третьим. Ну, в прямом смысле, а не в переносном. Естественно. Как это вы пишете вдвоем? Самый популярный вопрос, который им задавали. Ильф писать ненавидел. Это вроде как считается недостатком писателя. В карьере писателя. Тексты приходилось записывать Петрову. Позже он придумал этому какое-то вот такое логическое объяснение. Знаете, что он говорил? У меня почерк лучше. И большинство общих произведений написаны рукой Петрова. Они сработались настолько, что Ильф писал вместо «я мы». Мы подумали. В общем, у нас болела голова. Мы сказали и так далее. Да, иногда они шутили. Томят сомнения, не зачислят ли нас на довольствие, как одного человека. И даже дочь Ильфа Александра называла себя дочерью Ильфа и Петрова. На вопрос, кто ваш любимый читатель, Ильф и Петров ответили. Трамвайный пассажир. Знаешь почему? Потому что ему тесно. Его толкают, больно бьют в бок или наступают на ногу. Дайте я угадаю. А он все равно читает. Он все равно терпит и читает. Конечно, конечно. Это совсем не то, что железнодорожный пассажир. Вот в поезде читают, потому что интересно. Нет, в поезде читают, потому что скучно. Скучно, да. А в трамвае, потому что интересно. Интересно не могут оторваться. Конечно. Идея книги принадлежит Катаеву. Он предложил Ильфу и Петрову написать роман в жанре политической сатиры. Я буду Дюма отцом, а вы моими неграми. Нет. Я буду Дюма отцом, а вы будете... Нет, вот так. Я буду Дюма отцом, а вы моими неграми. Вы будете писать романы, а я их править. Пройдусь, как наш шеф-редактор Татьяна. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой. Мастера. И готово. Тему романа обозначили так. Стулья. Представьте себе, что в одном из них зарыт клад. И надо его найти. В романе применяли все, что они когда-то видели и слышали в жизни. Например. Фамилия мясника, на лавку которого выходили окна квартиры Ильфа. Интерьер, общежитие сотрудников газеты Гудок. И даже детские воспоминания. Ну и, конечно, словечки коллег по цеху. Помните фразу «Может вам дать еще и ключи от квартиры, где деньги лежат?» Так часто говорил один из журналистов газеты Гудок. Своих героев они тоже списали с реальных людей. Катаев утверждал, что Бендер списан с одного из одесских друзей. Его звали Осип Беньяминович Шор. Это он зарабатывал на жизнь карточными играми. Мечтал уехать в Бразилию и ходил в капитанской фуражке. Позже он работал на Челябинском тракторном заводе. Слушай, какая биография? Да, получил... Одесса, море, романтика, Бразилия, заплаканное и Челябинск. Да, получил пять лет лагерей, сбежал из тюрьмы. И потом прожил долгую жизнь и умер в Москве в 1978 году. Да, но раньше, в начале 30-х годов, когда 12 стульев и золотой теленок были крайне популярны, Шор, Осип Шор потребовал у соавторов. Он прям приехал к ним и сказал, гоните мне бабло, гоните проценты за то, что вы содрали с меня образ. Вот жлоб, а? Да. Ильф и Петров категорически заявили, что образ Остапа Бендера собирательный. Жлоб. Считается, что прототипом Эллочки Щукиной стала сестра первой жены Катаева Тамара Коваленко. Она любила обсуждать моду, правда, лексика у нее была достаточно богатой. А вот кто действительно обходился небольшим запасом слов, так это художник Алексей Родаков из газеты «Гудок». Он по поводу и без говорил. Мрак и адова. До сих пор эти словечки, кстати говоря, произносят молодежь. Но адова точно. Мрак. А женщины, по-моему, тоже не поменялись. Почему? Ну, многие обходятся таким же запасом слов, как и Эллочка Людоевич. Обычно женщина, которая разбирается в моде, она не с очень богатым слове... Слове... Словесным запасом. Кстати говоря, отец Федор, Остриков, пародия на Федора Достоевского. Даже стиль писем отца Федора... Напоминает... Скопирован с писем Федора Михайловича супруги. После выхода романа соавторы стали звездами. А в 1935 году их даже выпустили за границей. Они побывали в Турции, в Греции, в Италии, Франции и в США. В американском турне они собирались написать записки под названием «Одноэтажная Америка». Путешествия по городам, они познакомились с Генри Фордом, Эрнестом Хемингуэем и автором романа «Нефть» Эптоном Синклером. Синклер, прочитав «Золотого теленка», сказал, что «Ребята, я в жизни так не смеялся». В Голливуде за пять дней они написали сценарий к фильму «12 стульев», к американскому фильму. И получили гонорар 600 долларов. На эти деньги можно было купить автомобиль. Или маленькую квартиру. И они купили. Да. Автомобиль. «Одноэтажную Америку» опубликовали в журнале «Знамя». Однако никаких восторженных откликов очерки не принесли. Отношение властей к Эльфу и Петрову изменилось. Они не подписывали коллективных писем, не разоблачали врагов народа, не выступали с жаркими речами с трибун. А вместо этого продолжали дружить с теми, кто оказался в опале. Например, с Михаилом Булгаковым. Ничего не напоминает? А нынешнее время? Ну, конечно. Если ты с властью, если ты хвалишь власть, если ты поешь «Власть Эдифирамбы», ты хороший, тебя читают, покупают, показывают по телевидению, снимают в кино. Как только ты перестаешь это делать, все втираж. А если дружишь с нерукопожатными, ты сам становишься нерукопожатным. Еще находясь в Америке, Петров заметил, что Эльф ведет себя как-то странно. Стал бледен и задумчив. Часто уходил один погулять, а возвращался еще более задумчивым. Эльф не сказал Петрову, что у него уже 10 дней болит грудь, а потом появился кашель с кровью. Петров не понимал, что происходит, зато Ильф точно знал, что вернулся туберкулез. Он в детстве им уже болел, но теперь... А, тогда, кстати, Илю спасли. Но теперь в этот раз помочь не сможет никто. Он перестал общаться с любимой дочкой, чтобы не заразить. Только иногда, по ночам, прикрыв лицо платком, он открывал дверь в ее комнату и слушал, как она дышит. Сашенька стала от него отвыкать. В какой-то момент вообще перестала узнавать отца. Евгений Петров старался не думать о плохом. Он возил товарищу подушки с кислородом, твердой вере, что Ильфу надо немного продержаться. И вдруг появится волшебный доктор, который сможет сотворить чудо. Хотя в душе прекрасно понимал. Это конец. Ильф умер вечером 13 апреля 1937 года. Ему было 39 лет. Во время похорон на Петрова было больно смотреть. Кто-то заметил такое впечатление, что сегодня хоронят и вас. Петров остался один. С ним стали происходить странные вещи. Однажды он наглотался сероводорода, едва откачали. В Милане его сбил велосипедист, потом он чуть не угодил под машину. В начале войны попал под минометный огонь. Петров пытался забыться в творчестве. Писал лодчерки, киносценарии, фильетоны. Но ни вдохновения, ни прежнего успеха уже, к сожалению, не было. 2 июля 1942 года Петров, будучи корреспондентом Совинформбюро, отправился в Севастополь. На обратном пути самолет, в котором летел Евгений, подбил немецкий истребитель. Удивительным образом самолет удалось посадить. Выжили все, кроме Евгения Петрова. Ему было 39 лет. Шутка, которую они часто повторяли. Хорошо бы, если бы мы когда-нибудь погибли вместе. Во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Почти сбылась. Они умерли не вместе, но в одном возрасте. Вы знаете, Адам, новость. На каждого гражданина давит столб воздуха силой в 214 кило. Нет. А что? Ну как что? Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте, 214 кило давит круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что? Ничего, я слушаю. Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце. Вчера на улице ко мне подошла старушка и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я ее не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И это не даст нам умереть. Ваше внимание, наша валюта, наша жизнь. Мы вас следуем. Спасибо. 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 Спасибо.